Вторая международная выставка Тарас, город Ремесленников, начала свою работу. Всего три дня у жителей и гостей региона будет возможность посетить мастер-классы по прикладному искусству. Запланированы конкурсы для молодых художников и народных умельцев. Анастасия Сулейманова побывала на выставке. Вторая международная выставка Тарас, город Ремесленников, собрала народных умельцев из восьми стран мира. Масштабное событие в областном центре проводят не случайно. Год назад Тарас Первый из Казахстана вошел во всемирный список городов-ремесленников. Включение Тараса во всемирный список мировых городов-ремесленников позволил повысить узнаваемость, туристическую привлекательность нашего региона, способствует популяризации народного ремесленничества на мировом уровне. Количество участников международных больше 70. Здесь видят большой потенциал в продажах. Если есть рынок для сбыта продукции, это дает стимул для самих творителей. Изделия ручной работы поражают красотой и разнообразием, и каждая неповторима по стилю. Например, художник из Ташкента привлек внимание посетителей выставки картинами из шелковой бумаги. Сейчас рисую. Это шелковая бумага называется. Минимум 180-20 летний старый самарханский. А кузнец из Шимкента Абдулана Урызбаев любой кусок металла превращает в произведение искусства. Этому занятию он посвятил четверть века, продолжая семейную династию. Туркестан, например, сделал большой диаметром 2 метра печать Ахмеда Ясави из бронзы. Трубы, например, куски из них делают, там видели, колокольчики. Международная выставка ремесленников продлится до 4 июня. Запланированы мастер-классы по рукоделию, конкурсы молодых художников и мастеров. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Сланхатила, Тарас, Хабар, 24.